Движемся далее. Власти Кубани в следующем году планируют достроить 64 проблемных объекта. Это около 10 тысяч квартир. О защите правдольщиков сегодня говорили на совещании у губернатора. Особое внимание уделят такому направлению, как жилищно-строительные кооперативы. Сейчас в крае 45 ЖСК возводят порядка 70 многоэтажек. 54 из них строятся с нарушением срока. Тему продолжит Ияна Бузычкина. Для этих людей наконец закончились годы томительного ожидания собственного жилья. Ключи от более 7,5 тысяч квартир получили дольщики края в этом году. Сегодня на совещании глава Кубани подводят промежуточные итоги 2020-го оба достройки проблемных объектов. В зале главы крупногородов в крае ситуации на местах губернатора не докладывают лично. Механизмов по решению вопроса долевой собственности более чем достаточно. Это достройка домов за счет инвесторов или компенсация тем, кто пострадал от недобросовестных застройщиков. Надежда на лучшее появилась у тех дольщиков, чьи дома и вовсе не хотели достраивать. Они попросту невыгодны бизнесу. Благодаря Федеральному фонду защиты прав граждан удалось найти решение по 25 инвестиционно непривлекательным объектам. 1 миллиард 800 миллионов рублей, конечно, край в качестве своей доли, для того, чтобы решение проблемы обманутых дольщиков там, где мы пообещали, внесет. 1 миллиард 800 миллионов, понимая, сумма не маленькая. В рамках непростого года и в целом это большие деньги, где мы могли бы определенные социальные объекты построить. Но, еще раз подчеркиваю, люди ждут это жилье. Конечно, если сказать, что приоритетнее, для них приоритетнее жилье. Безусловно, потому что многие в кредитах, многие на квартирах, многие ни на что и не надеются. Ну что ж, на это есть государство. Там, где они попали в беду, то, естественно, государство должно прийти на помощь. Поэтому достроить нужно, потому что, еще раз подчеркиваю, чтобы мы не говорили, сколько мы совещаний с вами не проводили, когда-то люди от этого просто устанут. Им нужен результат. Еще раз подчеркиваю, результат, который мы должны взять и выдать. Такого конкретного результата в виде достроенных домов и ключей от своих квартир ждут дольщики по всему краю. Сегодня на совещании первый заместитель губернатора озвучивает задачи на следующий год. В следующем году мы запланируем восстановить права граждан, как вы уже отметили, еще по 64 проблемным объектам. Это 10 тысяч квартир, 500 тысяч квадратных метров. Остальные 106 объектов будут завершены строительством, восстановлены права граждан уже в последующих периодах, 22-23 год. То, что на Кубани завершают строительство многих долгостроев, можно судить по совещаниям главы региона с обманутыми дольщиками. С каждой встречи их становится все меньше. Вот и сегодня к обсуждению, хоть и дистанционно, присоединились дольщики ЖК Ричхаус. Хотя еще буквально несколько дней назад люди вышли к администрации края с вопросами, на которые им не дали ответа в мэрии Краснодара. Спасибо еще раз. Вот мы в ваших словах слышим абсолютное понимание нашей проблемы и именно причину, по которой мы вышли к администрации края. Проблемный объект губернатор держит на личном контроле. Жилой комплекс достроен, но ввести его в эксплуатацию пока нельзя. Из-за отклонения от градостроительных норм. Меня Минконтратев поручил буквально за руку провести дольщиков к желанному результату. Прямо на совещании участники инициативной группы ЖК обмениваются номерами телефонов с заместителем руководителя правового департамента края. Сейчас прям наберите свои телефоны. Сейчас телефон у вас высветится, чтобы вы сконтактировали, чтобы я успокоился. И все, и прямо сейчас выходите, выезжайте сюда, в сторону администрации. Одно из направлений работы краевых властей на следующий год – жилищно-строительные кооперативы. Речь идет об объединении людей, которые сами решили на свои деньги построить дома, затем управлять им. Сейчас в крае 45 ЖСК возводят порядка 70 многоэтажек. Нарушение сроков по 54 объектам. И здесь некоторые пайщики надеются, что их приравняют к обманутым дольщикам и за бюджетные деньги достроят их дома. Но Минконтратев сразу обозначил свою позицию – помогать откровенным самостроям никто не будет. Жилищно-строительный кооператив – это люди, которые сами сложили собственный капитал для того, чтобы построить себе квартиры. Они обладают правом создания ревизионной комиссии, они обладают правом контроля за средствами, которые выделяются, в том числе подрядчикам. И вот здесь, конечно, будем помогать первое тем кооперативам, у которых есть решение на строительство, у которых есть земельный участок легитимный. И, безусловно, подрядчик их обманул. Вот тут, безусловно, помощь нужна. Но там, где у жилищного кооператива нет земли, где нет разрешения на строительство, коллеги, самострои за счет государства никто достраивать не будет. Сейчас надо и это предусмотреть, направление помощи членам жилищных строительных кооперативов. Но там, где все у них по закону. Где по закону? Вот если по закону, там, конечно, государство в рамках закона помочь может. И мы будем помогать. Исключения не будут делать и для тех застройщиков, которые решат достраивать дома дольщиков в ущерб жилищному комфорту. К примеру, возводить дома без социальных объектов. Прикрываться проблемой обманутых дольщиков в своих коммерческих интересах просто недопустимо. Некоторые застройщики, они, понимая, что не могут в рамках прежних своих приоритетов, а у них приоритеты, конечно, строить повыше, без всякой социальной инфраструктуры, конечно, они находят обманутых дольщиков и говорят, а мы вам достроим, но только вы помогите нам решить вопрос с властью, неважно в каком муниципальном образовании, чтобы нам разрешили застроить вот это или иное пятно застройки, грубо говоря, площадью 3 гектара, либо 5. А плотность застройки, ну, уже явно ни в какие параметры не вписывается. И, безусловно, здесь, конечно, что власть должна сделать? Она все равно должна требовать от любого застройщика, требовать уже с теми требованиями, комфортными требованиями, которые сегодня в крае, в крае, подчеркиваю, и в Краснодаре в том числе сложились. Конечно, мы не можем сегодня строить с нарушением высотности, с нарушением плотности застройки, мы не можем строить без детских садов, школ, поликлиник, в зависимости, какое количество будет жильцов проживать в том или ином микрорайоне. Закрывая одну проблему, мы открываем другую проблему. И вот эти вот высотки мы не раздвинем и ничего уже не сделаем. Хватит уже строить с такой плотностью, что из одного окна дома к соседнему окну другого дома можно прикуривать человеку, если они руки протянут. Такая плотная застройка не нужна. За последние пять лет в Краснодарском крае сдали более 200 проблемных домов. Это порядка 40 тысяч квартир. По поручению губернатора вопрос с обманутыми дольщиками планируют полностью решить до 2023 года. Яна Бузычкина, Антон Березин, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар.